Основное свойство алгорифма может показать. Из него сейчас будет большое количество интересных выводов. Новое понятие. А именно, что такое число Е. Ребята, вообще в математике, собственно говоря, в школьной математике всего три великих числа. Это число Е, число Пи, отношение длины окружности к ее диаметру. И число И. Это поворот на 90 градусов против часовой стрелки. То есть число, удовлетворяющее равенство И в квадрате, равно минус единице. Так что согласитесь, что за школьный курс три таких величины это не так много. Так вот, Е это чрезвычайно важное число, и я сейчас готов сказать вам абсолютно точное определение этого самого числа. Что такое число Е-определение? Числом Е называют такое число, натуральный логарифм которого равен единице. Чему это соответствует на картинке? А очень просто. У вас есть график функции и у равняется единице деленной на единице. Вы проводите вертикальную прямую. Смотрите эту площадь. Маленькая. Проводите. Маленькая. Проводите. Вот когда вы здесь дойдете до двойки, у вас очевидно, эта площадь будет все еще меньше единицы. А если в какой-то момент вы пройдете далеко-далеко-далеко, то понятно, что площадь у вас будет в какой-то момент большая. Вот. Ну и значит, будет единственный момент, когда у вас появится какое-то там число. Значит, вот эта площадь в этот момент должна равняться единице. Разумеется, если бы о числе е нельзя было сказать ничего не было, то никто такое понятие бы вводить не стал. Но оказывается, что это число входит в огромное количество разных математических формул, и поэтому оно совершенно замечательное и интерес. Давайте сделаем так. Значит, я сейчас рассмотрю число вида единица плюс одна м. Единица плюс одна м. И сделаю два заявления. Первое заявление такое. Если я беру единицу плюс одну м, то натуральный логарифм от этого числа меньше, чем одна ремная. Вот давайте. Все понимают это? Или уже запутались и определение забыли? Вот что такое по определению натурального логарифма числа один плюс одна м. Это площадь вот такой вот штучки. Она меньше, чем площадь прямоугольника. Она меньше, чем площадь такого прямоугольника. Согласны? Да. Замечательно. А теперь зайдем в другой стороны. Прямоугольник, войдем вот в такой. У него основание это одна н, а высота это единица, деленная вот на это. Решу. Одна н умножить на число один плюс одна н. Между прочим, господа, вздоминайте, если перемножишь, то видно, что получается совсем простая штука. Видно, что получается просто-напросто. Одна н плюс. Замечательно. Замечательно. Давайте я эти два неравенства отдельно перепишу. А именно, правая из этих неравенств переписывается в следующий образце. n умножить на натуральный логарифм числа один плюс одна н, меньше, чем единица. А левая из этих неравенств переписывается по-другому. На н плюс один умножаю его в четвертый. Когда там была одна н плюс первая, стоит просто единица. Единица меньше, чем n плюс один умножить на натуральный логарифм числа один плюс одна н. Замечательно. Давайте думать, что будет, если применить много раз вот это. Смотрите, здесь можно написать не n умножить на натуральный логарифм, а так, натуральный логарифм плюс натуральный логарифм плюс натуральный логарифм, это n слагаем. Много раз применив вот это равенство, естественно, вы получите, как я и штуку, Натуральный алгоритм n-ой степени меньше единицы. Согласны? Отлично. А единица это что? Это натуральный алгоритм е. Значит, я доказал роскошное неравенство. 1 плюс 1 n-ая в степени n меньше, чем е. Отлично. Теперь давайте ту же самую штуку применим сюда. Вместо единицы я пишу неправильно е. Здесь я пишу единица плюс 1 n-ая в n плюс первой степени. Значит, е меньше, чем 1 плюс 1 n-ая в степени n плюс 1. Между прочим, во многих школьных учебниках пишут так. Дорогие школьники, давайте рассмотрим последовательность. n-ый член, который равен вот этому причине, и ее предел обозначен буквой е. Это, безусловно, абсолютно правильное заявление. Но чем отличается то, что мы сейчас с вами сделали, от той самой фразы из школьного учебника? Ножек, что проделанное от такого подхода, когда вы просто скажете, что по определению вот этот предел, это числый. Тем, что вы должны на самом деле видеть геометрическую картинку. У нас это получилось, что называется, само собой, и ну просто, ну да, вот есть прямоугольники, да? То есть, вот эта последовательность, давайте ее обозначим, скажем, а-н-ая, да? А-н-ая, это 1 плюс 1 n-ая в степени n. Она, конечно, замечательна, но, обратите внимание, эта последовательность стремится к числу е снизу, а вот эта последовательность, давайте ее обозначим, b, n, она стремится, наоборот, к числу е сверху. И, вот как я вам сейчас рассказывал, видно, что число е замечательно не потому, что оно пределает этой последовательности, а потому, что оно имеет отношение к такой замечательной фигуре, как гипербола y равняется единице, отделенное на x. Ну, ладно, в любом случае, это уже, как бы, философия, и, в конце концов, знать надо и так, и так, и так, да? Давайте сделаем следующее. Давайте в том месте, где вот я вам рассказывал, вместо единички напишем произвольное положительное число а. и посмотрим, что тогда будет. На самом деле, тогда, вот в этом месте, будет а разделить на отенок. Вы согласны со мной? Так, дальше, что у нас еще? Какие надо внести изменения? Правильно я понимаю, что здесь будет а разделить на отенок? Да. Потому, что он стал а расширен, да? Дальше, вот в этом месте надо будет разделить а разделить на н. И в этом месте надо будет тоже написать а разделить на н. Отлично. Значит, здесь будет а разделить на н плюс а. Ну, а там просто а разделить на н. Отлично. Так, теперь я посмотрю сюда. Что у меня будет здесь? Здесь будет А разделить на Н, а здесь будет меньше чего? Меньше, чем А. Замечательно. Так, АА это есть натуральный лук. Нет, так вот. Сейчас у меня проблема. Я еще не могу писать Е в степени, поскольку я вам про это не объяснил. На самом деле, конечно, это Е в степени, но давайте сделать так хитро. Это я вам еще не объяснил, но я же могу сказать такую вещь. Я же могу сказать такую вещь. Я хочу здесь число А записать как натуральный логарифм чего-то. Ребята, давайте введем следующее понятие. Экс от А. Итак, новое понятие. Экс от А это функция обратная к натуральный логарифм. То есть, если берешь натуральный логарифм от какого-то числа, то получаешь ту самую величину А. В частности, что такое Е? Е это экс от единицы. Е это экспонент от единицы. Вот. Замечательно. Так, теперь пошел сюда. Я просто пытаюсь сэкономить время. Может быть, зря, может быть, строил это все, но предстоит заново. Я просто боюсь, что вы в тетради сейчас устроите мазюку. И это будет плохо. Но, но тем не менее. Так, значит, сейчас опять есть некоторое неприятное место. Неприятное место состоит в том, что если А число ненатуральное, то пока что я не доказал, что натуральный логарифм, что вот это вот можно поставить в показатель степени. Значит, ребята, поверьте, что все равно потом все это докажется. И, соответственно, здесь у меня будет натуральный логарифм Х от А. В общем, через некоторое время, когда мы станем мнее, мы с вами будем знать, что верно следующее утверждение для любого положительного числа А. что экспонента от А меньше, чем, единственное здесь не единица, а здесь А, чем 1 плюс А разделить на Н в степени Н плюс А и больше, чем он тот. Так, ну, опять-таки, не совсем тот. Здесь у меня А, чем 1 плюс А разделить на Н в степени Н. Ну, посмотрите, на самом деле, А в степени число вида 1 плюс А разделить на Н, это будет практически единица. При стремлении Н в бесконечности это будет стремиться к единице. Поэтому, на самом деле, экспонент от А, это есть предел при Н, стремящийся к бесконечности, единица плюс А разделить на Н в степени Н. Ну, повторю, я это не вполне доказал, поскольку там был такой неприятный момент, но такая формула действительно будет верна. Меня сейчас все-таки больше интересуют вот эти вот два неравенства, которые я строго доказал. Дело в том, что уже с ними можно замечательно поиграть и получить некоторые совершенно замечательные факты. Итак, возвращаемся к этим неравенствам. Поскольку я обещал двигаться медленно и, что называется, доказывать разные встречающиеся задачки на местности, Давайте решим такую задачу. Давайте рассмотрим последовательность А1, А2, А3 и так далее. Задача доказать, что эта последовательность возрастающая. Ну и, наверное, вы понимаете, что заодно надо будет доказать, что последовательность Бряньев, Бряньев и так далее является убывающей. Это абсолютно стандартная школьная задача. Нужно воспользоваться неравенством о среднем алфематическом и среднем алфематическом. Ну, вернее, есть разные способы, но один из самых таких вот прямых, самых понятных, это воспользоваться неравенством о среднем алфематическом. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Давайте начнем, скажем, с нейронической преминажки. Что от вас требуется? Выписать, чему равняется по определению АНН. Выписать, чему равняется по определению АНН. Доказатель такой неравистики. Кстати, все присутствующие понимают, что это имеет отношение к так называемым сложным процентам. Есть такая любимая задача у всяких экономистов, банкиров, подсчет сложных процентов. Вот то, что мы с вами сегодня делаем, это в точности и есть эти самые сложные проценты. Почему? Потому что вот эта функция... Ну, скажем, если А равняется 0,05, то что это на самом деле такое? Первое, это вы наши 0,05 разбили на Н порции и Н раз начислили эти самые... Понятно, да? Не за один раз 0,05, а Н раз, но каждый раз Н доля от этих 0,05. Я думаю, что последовательные записи на доске. Я-то не исследую эти записи на доске. Посмотрите, что написано здесь. Здесь написано, что число Е больше вот этого. И меньше вот этого. Но, понимаете, можно приближать число снизу, не обязательно все время увеличивать последовательность. А вот когда-то какое-то время чуть-чуть отходит вниз, потом роганец снимается, потом дно. То есть, я сейчас утверждаю, что вот эта нижняя граница монотонно идет вверх. Но, нет, непонятно, почему это она монотонно идет вверх. А это нужно доказывать. Неравенство среднего архитического исследования, геометрическое говорит, что среднее геометрическое, что? Меньше или равно среднего архитического. Значит, на самом деле, у вас здесь вариантов не так много. Хотите, извлекайте корень n-ой степени, хотите, извлекайте корень n-ой степени. Вот здесь вы извлечете, скажем, корень n-ой степени, то здесь у вас будет вполне понятное выражение, n-plus-2 разделить на n-plus-1. А здесь будет некий ужас. Вот этот ужас, скорее всего, должен быть средним геометрическим. А среднее геометрическое меньше среднего архитического. Так это же хорошо, народ. Давайте извлечем корень n-ой степени. Корень n-ой степени из числа 1-1, 1-1, 1-1 и так далее. 1-1, 1-1, 1-1. Вот эти подмножители n штук. Вот. Меньше, чем n-plus-2 разделить на n-plus-1. Так, что-то мне не нравится, что здесь написано n-plus-2 разделить на n-plus-1, потому что здесь-то множители и 5. А нет, корень n-ой степени. Здесь у меня есть n чисел. И какое еще допишем? Единицу, конечно. Хорошо. А к чему равняется среднее альфметическое всех вот этих чисел? Пишем. n умножить на 1-1-1 до 1-1 и разделить на n-plus-1. Интересно, сколько это будет? Ребята, это оно. Увидели? Или нет? Вот здесь у нас есть множители 1. И здесь есть n множители, каждый из которых 1-plus-1-1. Значит, у них среднее альфметическое действительно вот так считается, и оно равно n-plus-2-3-1. Отлично. Это неравенство я доказал. Теперь давайте точно так же надо разобраться с нашими числами b. Так, что мне надо доказать о числах b? Что когда берешь 1-1-n, возводишь n-plus-1 в степени, то это будет больше, чем когда 1-plus-1-n-plus-1 возведена в n-plus-2 в степени. Хорошо. Что делать? В прошлый раз мы возникали корень n-plus-1 степени. Корень n-plus-2. То есть вы хотите извлекать корень n-plus-2 в степени, да? Тогда проблема. Тогда у вас сложное выражение будет здесь, а среднее геометрическое не может быть больше. Вот проблема со знаком. Ой, слушайте, а хотите я приведу к общему знаменателю? Здесь общий знаменатель будет n-plus-1-1-n-n, а здесь приведу к общему знаменателю. Будет n-plus-2 разделить на n-plus-1. Хорошо? И теперь переверну. Будет так. n-разделить на n-plus-1, перейду к обратному числу. В степени n-plus-1 меньше, чем n-plus-1 разделить на n-plus-2 в степени n-plus-2. Ребята, а вот сейчас уже пора извлекать корень n-plus-2. Корень n-plus-2. Так, смотрите. n-делить на n-plus-1, n-делить на n-plus-1, n-делить на n-plus-1. Вот их вот у меня n-plus-1 множитель, да? меньше, чем n-plus-1 разделить на n-plus-2. Так, ну опять что, подписываем единицу, не боимся? Подписываем n-plus-2 множитель. Если у меня среднее арифметическое вот этих чисел будет равно, так оно равно, потому что сумма этих чисел это n, да еще единица будет n-plus-1, и как раз их n-plus-2, получается, это плюс-2. Доказал. Так, не знаю, где-то уже летели. Итак, оба раза применяется одно и то же. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом. Единственное, что для первой последовательности, для h прямо напрямую, я дыхаю в корень n-plus-1 степени, и все получается. Для b-шек надо предварительно перейти к обратным числам, потому что иначе неравенство не вскую сторону, что называется, работает. Так, ну хорошо. Считаю, что это я вам объясню. Спасибо.